МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Севера. Здравствуйте! В студии Алина Ваучейская. И вот о чем расскажем сегодня. В фокусе вопросы обеспечения национальной безопасности. В Нарьинмаре состоялось выездное заседание дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики. Есть такая профессия погоду узнавать. В нашем эфире материал о тех, кто не побоялся сурового северного климата и трудится на берегу Белого моря для того, чтобы каждый день мы могли узнать прогноз погоды. И принимаем эстафету. В Ненецкий округ приезжают артисты из Сыктывкара для передачи окружным коллективам символа года театра. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Нарьинмаре состоялось выездное заседание дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия Арктика-2035», на котором обсуждались вопросы обеспечения национальной безопасности, а также актуальные вопросы развития региона. Подробности в материале Александра Литковой. Модератором сессии выступил координатор социальных и просветительских программ проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов. В ходе дискуссии представители власти, общественности и бизнеса выдавали целый ряд предложений для внесения в стратегию. Один из них касался развития арктического туризма. Отсутствие железной дорог и регулярного автомобильного сообщения, а также не соответствует цене и качество – это те факторы, которые влияют на развитие туризма на этих территориях. В своем докладе руководитель департаментов финансов Татьяна Лагвиненко отметила важность межрегионального сатурдничества в этом вопросе. Необходимо выстраивать межрегиональные маршруты. Примером может служить Северный морской путь. Абсолютно уникальный маршрут. Ранее по нему передвигались преимущественно грузовые суда, способные справиться с садами Северной Либридового океана. Сейчас, в период глобального покинения, этот путь стал доступен для туристов. Во время путешествия по Северному морскому пути туристы имеют возможность увидеть пять морей, пересечь всю Россию и достигнуть у нас одежды самой восточной точки Евразии. На данном туристическом маршруте можно увидеть моржей, белых медведей, китов, овцебыков и огромные колонии морских птиц. По ее словам, для развития арктического туризма необходима отраслевая программа, в которой будут предусмотрены такие направления, как подготовка кадров и предоставление льготных финансовых ресурсов. Еще один актуальный для Севера вопрос – развитие малого и среднего предпринимательства в Арктике и высокая стоимость коммунальных услуг, в частности, электроэнергии. Показательно высокая стоимость электроэнергии в нашем округе. Технологически изолирована в регионе собственная генерация использующей природный газ и дизельное топливо. Тарифы на территории варьируются от 5 рублей в городе до 39 рублей из НДС в Нидерской части округа. Это отражение инфраструктурных проблем региона и одна из причин низких темпов его развития. Кроме того, на сессии обсудили такие вопросы, как развитие транспортно-логистического потенциала региона, защита окружающей среды, недоропользование и экологии. Депутат окружного парламента Александр Чурсанов в своем выступлении заявил о необходимости приобретения мобильных комплексов для утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. Считаю необходимым включить программные мероприятия по реализации стратегии разно-теорктической зоны Российской Федерации в течение национальной безопасности. Это, в первую очередь, субсидии из федерального бюджета на строительство современных площадок кремного разрушения твердых коммунальных отходов в трудоступных виспленных пунктах. Ну и второе, это, конечно же, приобретение мобильных комплексов в утилизации твердых коммунальных отходов. Руководитель Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Ненинского округа Сергей Сверидов отметил необходимость строительства новых зданий поликлиник с привлечением средств из федерального бюджета. Объекты здравоохранения Ненинского округа имеют высокую степень износа, более 70%. Многие признаны аварийными либо находятся в пособленных зданиях. Участковыми терапевтами и узкими специалистами приходится в течение рабочего дня делать кабинеты, что приводится к впрочтению времени приемов, но и отсутствия возможности внедрения бережливого производства. С целью развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи на это сегодня особое внимание уделяется оказание качественной и своевременной медицинской помощи первичной звердойного здравоохранения для повышения доступности медицинской помощи, увеличения продолжительности жизни граждан, а также приведение данных объектов в соответствии с требованиями санитарно-предименческого правильного мотива в Министерство на следующий день останавливается строительство поликлиник. В заседании по видеосвязи также принял участие заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. По окончании сессии Александр Крутиков напомнил, что все озвученные предложения будут выложены для обсуждения на сайте «Арктика-2035», где в данный момент функционирует интерактивная цифровая платформа, с помощью которой любой житель России может отправить свои предложения для включения в стратегию развития Арктики. Наталья Кислякова, Александр Литков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». И теперь к другим темам. Пенсионный фонд России напоминает, как правильно и без последствий распорядиться средствами материнского капитала. Материнский капитал – это мера господдержки российских семей, в которых, начиная с 1 января 2007 года, рожден или усыновлен второй и последующий ребенок. Размер капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Право на его получение предоставляется один раз. Эти средства можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий семьи, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. Обращаем внимание жителей округа на то, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств. Для получения сертификата на материнский капитал необходимо обратиться в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства или фактического проживания. Важные вопросы, которые беспокоят на сегодняшний день, людей с ограниченными возможностями задали активисты регионального отделения общества инвалидов представителям всех ветвей власти. Традиционная встреча состоялась в минувшие выходные. Подробнее о том, как прошла встреча, в материале моей коллеги Ольги Русул. Ежегодно актив регионального отделения Всероссийского общества инвалидов организует встречу с представителями власти, чтобы рассказать о своих проблемах. Как показывает практика, такая форма общения приносит хорошие результаты. Надежда Ковалевская, председатель общества инвалидов, в начале встречи поблагодарила представителей региональной власти за обустройство территории около здания, где располагается общество. Во-первых, я бы хотела сегодня поблагодарить нашего губернатора Александра Витальевича за то, что он дал указание, предложение благоустроить нашу территорию. У нас была очень большая проблема. В прошлый год нас просто здесь засыпало снегом. Не было стоянки для автомобилей служебных. И на сегодняшний день это всё здорово нам это сделали. От проблем решённых перешли к насущным. Вопросов за год у членов общества накопилось много. Пожалуй, один из самых важных – льготное зубопротезирование молодых инвалидов. Зубопротезирование сейчас у нас могут воспользоваться компенсацией люди пожилого возраста. Это женщины 55, мужчины 60 лет, не работающие. Мы обращаемся, чтобы сделали такую компенсацию для молодых инвалидов, до этого возраста недостигшие. Присутствующие на встрече депутаты окружного собрания инициативу не только поддержали, но и рекомендовали воспользоваться опытом соседних регионов, где в список льготников на услуги зубопротезирования включены даже дети. В целом, здесь этот вопрос, к нему надо очень тщательно подойти и пересмотреть относительно и инвалидов. Я хочу сказать, у нас не рассматривается почему-то и детское население. По мнению депутата Натальи Кордаковой, эти вопросы можно решить. Надо только грамотно и системно подходить к поиску ответов. Вы можете смотреть, какие вопросы значимы для вас. Вы всегда можете приходить на любую комиссию, и мы всегда вас услышим и всегда поможем. Но для этого, конечно, необходимы четкие расчеты. Мы должны понимать, что это необходимость. Еще один вопрос, который беспокоит членов общества, это ежегодные выплаты ко дню инвалидов. После непродолжительных расчетов в итоге имеем инвалид. Если инвалид потерял, у него изъяли 3600, не инвалиду добавили 1400. По-моему, это говорит о социальной несправедливости. По-моему, когда мы обсуждали, если я, конечно, ни в чем не ошибаюсь. Кроме того, члены общества инвалидов обратились к властям о возможности индексации выплат. Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Сверидов отметил, что изменения были приняты с учетом пожилых людей старше 70 лет. Говорит, что инвалиды потеряли, но у нас же есть инвалиды и после 70 лет, которым была установлена повышенная выплата. То есть, как бы, я вас... Можно я закручу? Что инвалиды, которые достигли 70-летнего возраста и живут дальше, и у них выплата будет уже в повышенном размере больше 16 тысяч. Кроме того, он напомнил, что каждые 5 лет пенсионеры и инвалиды получают повышенные выплаты в связи с юбилейным годом. К юбилейным годам, к дню образования округа выплаты, которая существует, которая получает, она будет повышенной. Также в ходе встречи активисты общества инвалидов озвучили вопрос субсидирования авиаперелетов для молодых инвалидов и другие. Напомним, что в региональном обществе инвалидов состоит 825 человек. Всего же в Ненецком округе такой статус имеют 3150 человек. 176 из них дети. Ольга Русл, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Есть такая профессия – погоду узнавать. Наш следующий материал о тех, кто не побоялся сурового северного климата и трудится на берегу Белого моря для того, чтобы каждый день мы узнавали прогноз погоды. Героями репортажа стали работники аэрологической станции «Шойны», которые круглый год в снег и ветер, в шторм и солнечные дни исполняют свой долг. На «Шойнской станции» в очередной раз снимают ленту с барографа – специального самописца, который фиксирует показания атмосферного давления. Метеорологам этот прибор необходим для подстраховки. Ведь современная техника, хоть и надёжная, но в случае сбоя всегда можно взять показания с автономного оборудования. Наблюдаем облачность. Сейчас, в данный момент, мы будем смотреть, какие облака, чего и сколько. То есть количество и вид облачности. Потом мы будем заносить это всё в компьютер. Вид облачности, температура воздуха, скорости, направление ветра, количество осадков и другие данные несколько раз в день фиксируются в специальных программах и передаются в Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Работа хоть и специфическая, но и в гении шутовой в радость. В Заполярье она работает третий год. Песок не было для меня шоком, но шоком было для меня метели. Потому что у нас там метели нет, и ветра такого у нас нет. Если у нас там, допустим, ветер 8-10 метров в секунду, это уже как бы для меня лично была катастрофа. То, что здесь 8-10 метров, это практически, но как бы это стандарт нормально, что тут и до 20, и до 25 порывы бывают. А сейчас привыкло, ничего, нормально вроде бы. В небольшом домике рядом с аэрологической станцией готовят к очередному запуску радиозонд. Газгеном здесь трудится Александр Нужненко. Офицер в отставке, он 18 лет прослужил в местной воинской части. Потом уехал на полтора года на родину, Кубань. Но Север манил обратно. Когда огромный белоснежный шар наполнен газом и готов к отправке, за дело берутся аэрологи. Прикрепляют к шару радиозонд. Радиозонд у нас летит с шаром на высоту до 30 с лишним километров. Передает различные метеоданные, аэрологические данные. Температуру, направление ветра, скорость ветра. То есть прием передающего устройства. Вот там, вон, антенка на крыше. В аппаратовской компьютер, который обрабатывает данные, получает и обрабатывает. Кстати, интересный факт. Радиозонды выпускаются одновременно по всему земному шару дважды в день. Ровно в 12 ночи и 12 дня. Но это по мировому времени. Да, люди, которые связали свою судьбу с гидрометеорологией и аэрологией, на работе живут по другому времени. Сегодня на аэрологической станции в Шойне трудятся 18 человек. Руководит коллективом Анна Кравец. Уроженка Ростова-на-Дону она сознательно поехала на север за романтикой. И не прогадала. Север всё равно не отпускает. Что-то такое. Тишина, спокойствие. Люди очень хорошие, добродушные. Всё, приехала и помогали. Может, там что-то надо это, может, то. Как бы очень хорошо встретили. И первый день на станции тоже пошёл. Как бы приезжаешь, не сразу тебя в работу вливают. Сначала тебе что-то помогает в техникуме. Вроде дают одно, а на практике-то ты приезжаешь совсем другое. Вот. Делали, помогали. Где-то сначала подучилась немножко, а потом уже начала работать. Так кто же они? Романтики с севера или влюблённые? В своё дело люди, готовые поехать хоть на край земли. Вопрос, пожалуй, риторический. Но одно ясно точно. Они приехали сюда из разных уголков России, чтобы трудиться на благо Родины. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», село Шойно, Ненецкий округ. Принимаем эстафету. В Ненецкий округ приезжает театральный коллектив из Сыктывкара для передачи окружным театралам символа года театра. Старт театрального марафона был дан в январе во Владивостоке. Из региона в регион театральные коллективы передавали эстафету и символ года театра. 17 октября к нам в Наринмар приезжает спектакль с Коми Республики Сыктывкара «Пармолов» в переводе «Душа тайги». В 19.00 будет проходить в концертном зале спектакль. Передаёт эстафету нашему народному Ненецкому самодеятельному театру «Иллипс», который поедет со своей ненецкой постановкой этнической в Карелию, в Петрозаводск. И 20 октября там же пройдёт торжественная церемония передачи символа театрального года. К слову, в концертном зале каждому будут выданы наушники, через которые будет транслироваться перевод с Коми на русский язык. Пригласительные билеты можно приобрести в кассах. Вход бесплатный. И в завершении выпуска новости спорта. Детский турнир по тэквондо, организованный Ненецкой региональной общественной организацией «Динамо» совместно с Федерацией Тэквондо НАО прошёл в спортзале школы Олимпийского резерва «Труд» в эти выходные. Соревнования приурочены к 90-летию округа. Подробнее в нашем следующем сюжете. Торжественное построение и заместитель начальника МВД России по Ненецкому автономному округу Сергей Сахаров с исполняющей обязанности председателя общественной организации «Динамо» Надежды Зубеня вручает 10 юным спортсменам членские билеты Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Участие в этих соревнованиях принимают 70 юных спортсменов. Все они члены общества «Динамо». Тэквондо занимаются потому, что этот вид спорта помогает быть более уверенными в себе. А для девочек это еще и навыки самообороны. Там защититься какими-нибудь блоками, если они на тебя найдут, или просто ногой в живот или в голову. Мне захотелось чем-то заняться, чтобы защищаться. От кого ты защищаться собралась? От одноклассников? Ну, чтобы просто быть сильнее. У меня тренер учил пьенге, удары, поэтому я и получил свой пояс. Основная цель этих соревнований – популяризация данного вида спорта. В таком формате спортивные соревнования проходят уже третий год подряд. Люди, которые приходят с ОМВД, они приходят в форме. Это нашим юным спортсменам тоже полезно, потому что все-таки их это немножко где-то строжит. Где-то они видят, с чем это все связано, какой это турнир непосредственно. Ну и вообще это интересно, это сотрудничество двух разных структур. Такое сотрудничество спортсменов и полицейских только на пользу. Кстати, стать членом общества может любой желающий, независимо от вида спорта, которым он занимается. Это, мне кажется, очень надо, потому что, видите, у нас сейчас и преступность растет. И все-таки я считаю, что ребенок, который занимается каким-нибудь любимым видом спорта, он не пойдет на улицу куда-то там что-то делать, а именно пойдет заниматься лучше каким-то видом спорта. В программе соревнований – поединки, удары ногой на скорость, удары ногой на силу и удары ногой на лучшую реакцию. Победители по итогам турнира получили грамоты и медали, а все участники – сладкие призы. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды спонсором выпуска, которого является ювелирный бутик «Фианит». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире! Пока! Пока! Пока!